Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ В эфирной студии Роман Шахов Александра Хайрулина Мы вас искренне приветствуем И знаете, правда, так радостно и счастливо сообщаем Сегодняшний концертный зал Имени группы 8 по Гринвичу Привет, ребята! Привет, ребята! Рады вас видеть очень! Александр Шаманов нас приветствует Фронтмен-лидер группы Саш Привет! Привет, ребята! Привет! Привет! Очень рады! Давай скорее рассказывай, кто вместе с тобой сегодня Хотя все прекрасно знают, но тем не менее Представь, ребят Да, все прекрасно знают Пожалуйста, наш потрясающий гитарист Илья Быстров Можно немножко поаплодировать ему Илья уже, пожалуйста, очень красивая гитара Да, наш супер-красавчик, барабанщик Сегодня играет на SPDSX Павел Падалко Павел, йоху! Как он звучит? Как звучишь, Павел? Только фамилия не так считается, но ладно Падалко? Конечно Все Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну ничего Хорошо, что это были не мы, когда Представляю, Сашу простят Я все взял на себя, ребят, не переживайте И конечно же, наш бас-гитарист Красавчик Кудрявый Евгений Кудряш Кудряшки настоящие, я уже поинтересовалась Да Ну и собственно, в общем, это называется 8 по Гринвичу У-ху! «Восемь Погринвича» — это не просто называется, это еще вами смотрится, друзья, слушается, сто процентов, и очень скоро будет возможность просто побывать на грандиозных музыкальных событиях, то есть на сольных концертах группы «Восемь Погринвича». Да, да, это так. Саша, дорогой, давай, пожалуйста, ты или мне лучше рассказать красивую? Давай ты. Давай. Тебя услышишь. 11 октября. Москва. Клуб «16 тонн». Москва. Далее это что будет? Петербург. 20 октября. Санкт-Петербург. У меня здесь небольшая проблема. Как называется? «Виновница концерт-холл». Да, это аббревиатура, Саша. Да, можно не париться, недавно открылось заведение. Но говорят модное. Да, классно, классно. Мы там были, там очень круто. Ну, в общем, что вы готовите? Вы же готовите что-то бомбическое, доселе никому не слышанное, невиденное, как вы пишете, помимо старых боевиков и абсолютно новых горячих треков будут представлены песни, обычно не входящие в сет-листы наших концертных программ. Саша, ну рассказывай. Да, это будет вообще наш первый сольный концерт. Но большой сольный концерт. Да, большой сольный. Вообще это наш первый сольный концерт вообще в принципе, потому что до этого мы выступали только на фестивалях, на больших площадках, так скажем, работали немножко на имя, чтобы нас узнавали и так далее. Вот. И в этом году решили уже основательно сделать сольный концерт. Это будет просто пушка, ребята. Вас тоже приглашаем в Москве, кстати говоря, обязательно вас будем ждать. Будет много-много всего нового. Этого вы еще не слышали, даже не слышали самые заядлые наши слушатели, фанаты. Потому что ты держал-то все при себе. То есть даже биографы, которые прям четко-четко следят за вашим творчеством биографии. Да, да, да. Вот эти вот три маленьких человека. Ребят, ребят, в кадр не лезьте, пожалуйста. Как же вам удается репетировать вот так вот, прям, чтобы никто не знал? Не слышал? Как? И даже не выкладываете сторис? Никуда, не, не, не что. Я больше скажу, я не понимаю, о чем он говорит, поэтому, видимо, от меня тоже сливается. Что это за сюрприз? Настолько, видите, много сюрпризов, что ребята тоже не в курсе. Все, вот. Саш, ну, вот не так давно был выпущен альбом Rock'n'Love. Соответственно, это будет своего рода и презентация этого альбома. Или будет еще и альбом «Рассвет» заодно представлен в публике. Вау, вау, я уже сам забыл про этот альбом. Ну, здрасте, добрый. Что, как можно? Конечно, конечно, будет и старая песня, потому что это все-таки первый концерт и... Первый альбом. Да, это первый альбом, первый концерт. Мы эти песни... Но у нас еще не было, понимаете, концерта, и нам обязательно нужно сыграть все-все-все-все песни, самые любимые. У нас даже, мы тут немножко готовили фразы на концерт, и есть такая фраза, только самые любимые песни для наших слушателей. Вот. А, Саша. С чего начнем, ребят? Пора так в музыкальной части переходить, хотя, конечно, ах, много всего хочется поспрашивать. Так, ну, еще будет время, да, у нас? Да, конечно. У нас час, Саша. Все, супер. Ну что, давайте, парни, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Где-то внутри меня тлеет огонь Что горел так неистово Я свое сердце поставил, но проиграл Я бы разгореться дал пламени Но, увы, не знаю, как правильно Не стереть тебя мне из памяти Силы меня оставили Вроде бы забыть получается Но тебя встречаю я нечаянно Вновь огонь любви разгорается Не в силах держать, не в силах держать себе Этот огонь, этот огонь, этот огонь Не в силах держать себе Не в силах держать себе Не в силах держать себе Этот огонь, этот огонь Все как-то путано, стены разрушены Но я по-прежнему слишком слаб Чтобы увидеть тебя опять Мне все сложнее пожар Удержать в руках Пусть говорят друзья Но я не слушаю Было так мало моментов с тобой Но они были лучшими Я так хочу все забыть Но скажи мне как Я бы разгореться дал пламени Но, увы, не знаю, как правильно Не стереть тебя мне из памяти Силы меня оставили Не в силах держать себе 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 Этот огонь Не в силах держать в себе Не в силах держать в себе Не в силах держать в себе Этот огонь готовы 1, 2, 3 Не в силах держать в себе Не в силах держать в себе Не в силах держать в себе Звучит песня 2, 3 2, 3 Да, друзья, это Васим Пагринычу. А как вы думали? Паргарова, концерт и зал? Слушайте, ну, Саш, конечно, вот у меня нет «Хайро», но очень хотелось бы Чего-чего нет? Хайра! Да. Здорово. А можно шапочку тогда? И, кстати, она тоже будет слетать эффектно. И всё. Саш, шапочка – это часть имиджа Александра, поэтому… Да-да-да, можно я оставлю её у себя? Ну, Саш, между прочим. Ну, можно взять убажь? А что, кстати, у тебя с прической? Скажи сейчас. Что у меня с прической? Мы тебя видим в клипах, где, в общем-то, всё в порядке. Растительность на голове присутствует. Почему смеятся ребята твои? Я смеюсь исключительно из-за трактовки. Что случилось? Что не так? Что, прям рассказывать всю историю? Конечно, как было, да. Я понял, окей. Осень. Я вчера решил сам понемножку укоротить. У меня была короткая прическа, это были покрашенные волосы. Я думаю, состригут цвет и останутся мои волосы. Ножницами, да? Или машинками? Не рассчитал, да. Что-то пошло не так, да, и я состриг большой клок, и я понял, что надо поставить ещё аналуз, а теперь уже, вот. Слушай, это я первый раз слышу. Я знаю, что некоторые девочки чёлки себе стригут сами, а так вот, чтобы... А кто-то потом помогал тебе до конца избавиться от... Да, да, потом, да. Потом, да. Ну, слушай, к 11 октября что будет, как ты думаешь? Хороший ёжик. Ну, где-то 5 миллиметров, я думаю. Там плюс-минус что-то такое, да. Слушай, в песне звучали слова про огонь, но как ты сдерживал какое-то время внутри себя этот музыкальный огонь и занимался абсолютно другими вещами? То есть... Сдерживал огонь, Ром, до 2010 года хотел бы сказать. Да, то есть ты хотел заниматься керамикой, чем-то серьёзным-то, наукой какой-то, но в результате приехал в Питер и всё изменилось в твоей жизни. Так, окей. Просто думаю, с чего начать всё это, рассказывать. Я не керамикой хотел заниматься, я хотел заниматься нефтепереработкой. Ром, ты спутал. Вот. Прошу прощения, нефтепеработка, да. На минуточку, это гораздо короче, слушайте. Да, да, да. А потом уже здесь, дабы остаться в Санкт-Петербурге, уже поступил в магистратуру на керамику, учился уже так. А, вот видишь, керамика там где-то есть, да, да, да. Да, чуть-чуть. Молодец. Ну, а то есть изначально в 3 года, как кто-то там из артистов, ты не сказал, что я буду певцом? Да, на табуретке стоял, исполнял песню, в лесу родилась ёлочка. Нет, нет, нет. В 23 у него это было. В 23 он встал на табуретку первый раз и пел песню перед Дядей Морозом. Да, кстати, в 23 реально. Ну, честно, вот я даже помню тот момент, когда мы собрались все вместе там с ребятами, которые предложили сотрудничество. Это было в Красноярске, да? Нет, это было в Санкт-Петербурге. Это ты приехал на свадьбу, хотел учиться, пожить там, и в результате что-то пошло по-другому. Да, да, да. Я такой думаю, а почему бы нет клёвого штука, и такие хоп, и начали. Ну, конечно, не так всё это, я утрированно рассказывал. На самом деле желание всегда было где-то там, вот. Но тут просто такой, знаете, путь сам нарисовался, так скажем, да. Ну, как-то я так понимаю, что у вас принято считать, что зарождение группы произошло в 2015 году, когда был выпущен альбом, правильно? Ну, ведь «Восемь по Гриммичу» уже зародилась эта группа в Красноярске или в Саянске, и там же уже была известность и популярность. Ну, так скажем, название родилось точно в Красноярске, а об какой-то популярности говорить, наверное, не нужно, потому что… А в интернете написано, что вы в Сибири номер один были. Да, было, да. Вау! Не, ну, может быть, это так и было, может быть, я чего-то не знал. Нет, это было, да. Ты просто очень скромный человек. Слышали в Красноярске, слышали там в Иркутской области где-то. Но вот именно серьёзное движение началось уже с ребятами, которые вот перед вами. С Санкт-Петербурга с 2015 года. Да, да. Друзья, ну вот сейчас у нас время опять для песни. Что это будет, Саша, за песня 2015-го, 16-го, 17-го или, может быть, даже 18-го года? Это будет песня 2015-го года, даже 2014-го, если быть точнее. Первого альбома «Рассвет. Девчонки любят плохие шеи» называется. Поехали! Девчонки любят плохие шеи. Девчонки любят плохие шеи. Это правда, любители дверь у парадной. Похлопать и каждому праздник. Шанс показать свой скверный характер. Мастера выражений матерных. Неприемлющих слова хватит. Строидущих, как один солдатик. Кофе, гамб летущихся сзади. Не понимаю, что их печетки. Пацанам реально мычетки. Денег нет, пустые зачетки. Вот оно, пристанно любовной нотки. Бьет, значит, любит. А что с ума посходили люди? Девчонки любят плохие шеи. 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 Почему? Я не знаю. Но всё, как тебе так и шло. Девчонки любят плохие шеи. Девчонки любят плохие шеи. Девчонки любят плохие шеи. Почему? Я не знаю. Но всё, видимо, так должно быть. Девчонки любят плакошей Почему? Я не знаю, но все, видимо, так должно быть Let's go! Девчонки любят плакошей Девчонки любят плакошей И, конечно, клубу 8 по гримичу любят и девчонки, и мальчишки, и дяди, и тети И живот Конечно! И 11 октября все отправляются в клуб в Москве 16 тонн, если вы житель в столице или гость Московой Но в Санкт-Петербурге вы отправляетесь 20 октября в виновницу в концерт-холл Все верно, да? Все верно Саш, но ты плохишь или, может быть, ты как раз хорошишь, а твои друзья, ребята по команде, они плохишь? Не знаю даже, мне кажется, что в каждом из нас и то и другое Сидит и плохишь, и хорошишь Но в школе как ты себя характеризуешь? Кем был? Плохишом или учился хорошо? Вот, представляете, в школе я тоже был и плохим, и хорошим Вот у меня школа делится на два этапа Когда я был супергопником, это было в маше Супергопник Да ладно! Супергопник Из второго Б, да? Да, да, да Человек-гопник такой Вот, а потом просто у меня поменялся круг общения, и я стал как бы хорошим Ты же в музыкальной школе учился, да? Творческим интеллигентным человеком Как тебя? Ходил же ты музыкалку, да? Ходил, да На фортепиано учился, на гитаре Нет, учился я на баяни А вот! Отлично! Пять лет, наверное Пять лет, да Ты тоже? Я просто поверно говорю Всем известно ведь, что ребят, которые учатся на баяне, девчонки, это же... Человек вынужден носить с собой баян Да ладно! Нет, конечно, нет Нет? Я ни разу не носил Правильно! Потому что, Саша, два баяна, один дома, другой музыкант Я когда платишь, просто был как бы, ну, зачем? Он мне говорил, я с собой баян Подходил просто на пять, слышишь, есть баян с собой Саша, сольфеджио как тебе давалось? Все ли понимал? Я не очень его акцентировал внимание на сольфеджио Уважал Уважал, да? Очень уважал Не очень уважал Это был зашквар Ну, и в итоге, что мы имеем? Сольфеджио ты не уважал Учился ты... На хор ходил Учился ты в технологическом, да, университете Ну, музыканты, группы 8 по гримичу, все с музыкальным образованием Вот, и это хорошо для меня Как вы его терпите вообще? Не знаю Потому что я каждый день нарасту, глядя на ребят, вот, в этой сфере музыкальной То есть, они настолько воспитаны и уважают тебя, что даже мягко и тактично объясняют тебя, понимаешь, Саша? Здесь невозможно Потому что это Ре минор А ты... А ты все время, да Ну, такого не было ни разу, конечно Но они просто... Но по глазам-то видно, Саша, что хотелось бы сказать По твоим, по чьим сейчас глазам заметили Слушай, Саша, у вас большой очень опыт выступления на больших стадионах Участие, да, в фестивалях Вот, на сегодняшний день Можно сказать уже, что все, вы уверенно себя чувствуете на концертной площадке Именно благодаря этим фестивалям И что уже можете сами, ге-гей, собрать при надобности и сжахнуть Вы знаете, вот, мне больше комфортнее выступать, когда очень-очень много народу, нежели вот даже чем сейчас Это тебе новый опыт? Да, новый опыт, супер Ну, не новый, так скажем, уже пару раз у нас такие выступления на радио были Но все равно спасибо вам большое за такую возможность получить этот опыт Саша, нам нисколько не обидно, ты не думай, пожалуйста, про то, что все прекрасно понимаем Да, команде нужны зрители, нужна площадка какая-то, энергетика Тем более видели, как вы выступаете, когда действительно перед вами целая куча и толпа зрителей Ну, я вот думаю, что как раз 16 и 20 октября ваши поклонники подарят вам те эмоции, которые нужны Скажи, пожалуйста, о мировом господстве команда 8 по Гринвичу грезит Но зарубежные гастроли, что с этим? Есть же информация, что какие-то песни вы то ли хотели, то ли уже перевели на иностранный язык Да, у нас есть, если я не ошибаюсь, три песни, которые мы перевели на английский К сожалению, записали только одну пока что Решили, что надо позаниматься английским языком Вот Послушали сами, записали сами себя, послушали и как бы сделали Ну, мы ее, кстати, даже выпустили, вот А что касается зарубежных гастролей У нас был опыт выступления в Германии, это было в прошлом году, в августе И очень хорошо отзывались ребята, там были из Германии, из других стран Это же был фестиваль, и охотят слухи, что это было лучшее выступление российских артистов за последние 25 лет Да, это так На секундочку Можно источник ваших слухов? Я потом вам вышлю ссылочку Спасибо Ну, вообще, да, все отзывались очень здорово, нам понравилось, что люди воспринимают русскоязычную музыку, несмотря на все-таки специфику языка А знаешь, почему? Да неважно, это если настоящая музыка, она на любом языке может звучать Главное, драйв, главное харизма и фронтмен Правильней Да, наверное И, конечно же, барабанщик И, конечно же, барабанщик Слушай, да, ну все ребята огонь Ну что вы, ну что вы Ребят, и надо зажечь сейчас, да, вот этим пламенем Поехали Что это будет за трек? Это будет лиричный трек, поэтому пока зажечь не получится Только тонкие струны души получится Хорошо Давай уедем подальше Все о чем прошли Просто сорви веревки Что тебя здесь так держит? Хватит жалеть о чем-то И кроме шуток В списке рискованных поступков Этот один из первых Я буду долго засыпать с этой мысль, но все же Нет, никогда не вылиться все правды наружу Не хватит капли Время, не вера в то, что мы сможем Мы бы уехали правду, но кому это нужно? О-о-о-о-о-о-о Ничего говорить теперь Мы какими же старыми О-о-о-о-о-о Где наши корабли А ты не помню, с кем он приняли Все тьmos, но мне Пусти назад Есть только место печали, как мы боялись потерять И спина здесь, все-таки мы ее потеряли Нечего говорить Что пробудило в нас беспробудных, людей затасканных Недоверчивых, погрешенных в буднях Кто нам внушил, что недостойны мы любви посторонним Никто сказал, что при жизни покойниками Будьте спокойнее Эти прощальные ноты, прошу напоя мне их Тут тишина или депозь, депозь, бог так же А девчонок смотрит на брачный прохожий Все отмечающе, ведь не готовы даже пальцем пошевелить Кто там безумный, безумный штантан Если что же нам делать, собирать вещи скорее Или как все проснутся, так и не открыв глаза Время пройдет, последнее, вот солнце дотлеет Мы были рады уехать, но нас все время тянет назад Но нас все время тянет назад Но нас все время Нечего говорить теперь, ведь мы такими же стали Где наши корабли ответы помнят, где мы пристали Все видимо, нет пути назад Есть столько места печали Как мы боялись потерять искренность Все таки мы ее потеряли Все таки мы ее потеряли Студия 89,9 Концертный зал Друзья, продолжаем общаться Александр Шаманов и команда «Восемь по Гринвичу» В эфире телерадиоканала «Страна FM» И пока была маленькая пауза, Саша что-то говорил Саша, вот сейчас нас все слушает Вот эта красивая партия, которая звучала на клавише Клавишная, да, футбенна Сыграл парень Николай Мороз, которого, к сожалению, сейчас с нами нет Он изначально был в нашей группе Потом он уехал в Москву Ну и не смог вот так мотаться туда-сюда Да, ну просто, чтобы все зрители знали и понимали Да, он живой Да, ну ему будет очень приятно, конечно Да, 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 и Коля, здорово, тебе приветики Слушай, песня «Давай уедем» Это же был первый клип у вас И, по твоему мнению, это лучший клип Да, клево И, между прочим, эта песня стала саундтреком в сериале «Улица» на канале ТНТ Кроме того, очень интересная судьба этого клипа, Александра Мы дадим сегодня, Александр, слово «Как ты думаешь?» Расскажи, как клип возник Соглашаюсь просто с вами Саша, ну-ка расскажи, как возник клип у вас, клип этот красивый Как клип возник? Да Сейчас расскажу У нас была песня «Давай уедем» Ее услышал один замечательный парень, Денис Персенин Он фотограф, очень хороший фотограф Когда увидите его в фото, вы поймете, что это не просто там фотограф, знаете Просто их очень много, их очень много У него действительно талант Настоящий фотограф Да, глаз-алмаз, так скажем Вот, и он говорит, мне очень понравилась песня, я хочу снять клип И я еще, у меня есть призы за свет, видите, смотрите, в конкурсе Мы говорим, ну тогда ладно, давай, раз есть призы В общем, и сняли клип, там, по-моему, у нас было два дня съемок, да, если не ошибаюсь Вот, классный клип, мне очень нравится, супер Ну, отличный клип, скажу честно, Рома, давай про видео чуть-чуть заговорили Узнаем про, расскажем, во-первых, кто не знает, что есть фильм «Как зарождалась легенда» Фильм о том, как создавался альбом «Рассвет» В связи с чем? Вопрос, а где фильм «Как создавался ваш вот альбом «Rotten Love»?» На этот вопрос ответит наш барбанчик Павел 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 Ну что, прощение, я сегодня не спал Нужна ли дополнительная минута, Павел, на подготовку? Повторите вопрос, скажу Вопрос в следующем Есть фильм о том, как создавался альбом «Рассвет», в котором вы рассказываете, как вы дружите, общаетесь, как вы порой Сашу не воспринимаете, воспринимаете Где фильм по поводу нового вашего альбома? В общем, ничего нового А зачем? Да? В принципе, ничего не изменилось? Альбом сам все говорит А, ну все главное И фильм, собственно, сам все говорит Нас некоторые спрашивают об альбоме, там, как писался альбом И мы всегда говорим, идите смотрите фильм, там вообще все досконально об этом говорится Ну да, это я соглашусь, конечно Что касается концертов Московского и Питерского, 11 октября и 20 октября, заявлено у вас и обещанное участие музыкантов, друзей Да, конечно, да, у нас есть совместные работы с такими, вспомните, как Крафтс Да Вот он обязательно, ну я надеюсь, что он будет, он в Москве живет, правильно? Да, но он постоянно в разъездах Мы договаривались вроде Саша, ну у вас не только с Крафтсом есть дуэт, у вас есть, как скажем, фиты, еще и с другими артистами? Да, есть, но это больше питерские ребята Ну, если говорить, мы о Москве сейчас говорим, да? Слушай, мы говорим просто о хорошей музыке Нет, мы говорим о Москве, про Питер, нет, о гостях, артистах Ладно, окей, недавно у нас вышел трек Мы решили написать свой гимн к Чемпионату мира по футболу, например Андрей Джахая, дуал персоналити, написал музыку, сделал весь продакшен Супер вообще, я тоже музыкант Также у нас есть песня А вы же выступали где-то, да, на площадке болельщиков, в фан-зоне где-то был концерт? Да, вот летом мы объездили, сколько там, по-моему, четыре Два, один, ноль Несколько площадок, Саша Да, четыре площадки, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, если я не ошибаюсь Вот, и там исполняли эту песню, все на ура приняли Вот, также у нас есть совместная работа с Владой Чупровой «Родились, побеждать» она называется Вот, такая, знаете, это такой рок-гимн, так скажем, вдохновляющий Вы слушали? Нет Обязательно послушайте, и когда будете в плохом настроении Духоподъемная, да? Слушай, это здорово Да, она такая, она воинственная, собственно, как и Влада, наверное, она такая А вот, кстати, раз заговорили про вашу такую духоподъемность, как ты вырезала, Саша Вообще же везде написано, что группа 8 по Гринвичу Это вдохновение на поиск своего пути Оптимизм, бодрость духа, вера в себя Никакие не сложности, никакой не меланхолии, боже упаси Только вот драйв, позитив, вперед, добро, счастье и так далее и тому подобное Новое слово в рок-музыке, да? Это, Саша, твоя задумка, идея? Это то, что ты вкладываешь в песни? Это то, что принципиально тебе хочется нести своим творчеством? Ну, во-первых, вот вы как бы обращаетесь ко мне, но мы это все делаем все вместе Поэтому, ну, ребята, частичку себя тоже вкладывают во все И радостные песни, если честно, до определенного момента Вот лично мне, например, было легко писать грустные песни Ну, легче было, так сказать, поймать вдохновение именно на грустной волне Сейчас уже как-то хочется и веселые песни придумывать Ну, я не знаю, с чем это связано Ну, с возрастом, наверное Разные периоды в жизни Опасная тема, ой, опасная тема Да почему опасная? Нет? Ну, наверное, знают, что говорят, ребята Я же не разговаривался, ничего Так, какие еще у нас вопросы были? Да, в общем, какие у нас вопросы? Слушать хочется вас очень А, окей, что там Че, играем? Как насчет композиции с таким исполнителем, как Крафт? Отлично, поехали Супер, спасибо Кто это за тишина? Это время наше Куда ушла любовь наша? Чтобы до мурашек весна Песни зажигали сердца Не надо колдовать Это в нас самих Это в нас самих Это в нас самих Смотри, любимые Мы только друг друга можем спасти Давай представим, что ничего не было И ты вчера просто перебрала Перебрал, выдалась на ура Все мы сразу по домам Вообще ничего не было Давай представим, что ничего не было Давай представим, что ты не уголай Я не врал, что не спал до утра В общем, никогда ничего не было А может, ну и хоть и мысли Я прогоню их, но ты спи И впредь не будем думать так много Будем любить друг друга и трогать Я не смогу забыть вот так просто Ведь ты мой яд И ты мой воздух Но снова собираясь по делам Делаем вид, что ничего не было Кто это за тишина? Это время наше Куда ушла любовь душа? Чтобы до мурашек весна Песни зажигали сердца Не надо колдовать Это в нас самих Это в нас самих Это в нас самих Смотри, любимые Мы только друг друга можем спасти Но ничего не было Давай не будем говорить больше Будто и не было у нас тем молчим В тот раз не с тобой Я зову разговор В общем, в тот вечер с тобой Не повезло Давай представим, что пусть не приходил Ведь легче не ожидать В беде ничего Так отвратительно Я ухожу в себя От оградителя А может, ну и хоть и мысли Я прогоню их, но ты спи И впредь не будем думать так много Будем любить друг друга и трогать Я не смогу забыть вот так просто Ведь ты мой яд И ты мой воздух Но снова собираясь по делам Делаем вид, что ничего не было Кто это за тишина? Это время наше Куда ушла любовь душа? Чтобы до мурашек весна Песни зажигали сердца Не надо колдовать Это в нас самих Это в нас самих Это в нас самих Смотри, любимые Мы только друг друга можем спасти Но это за тишина Это время наше Куда ушла любовь душа? Чтобы до мурашек весна Песни зажигали сердца Не надо колдовать Это в нас самих Это в нас самих Это в нас самих Смотри, любимые Мы только друг друга можем спасти Но ничего не было Но ничего не было Да было? Было, было, было Это было, друзья Мы с ним по Гривичу Программа «Концертный зал» И телерадиоканал «Страна ФМ» Крафт, привет, Паша И Крафт Ну что вы, конечно Что-то не попрошу Паш, привет Спасибо тебе Классно Как вы удобно придумали Вообще не надо никого По скайпу По скайпу спел сейчас Только что Да, да, да Паш, ну все, можно отключаться Да, все, отключать Да, все, все, пока До встречи 11 октября В Москве в клубе «16 тонн» Начало 8 вечера, да Не опаздывай, пожалуйста Приезжай Так, хотелось бы вот о чем спросить Александр, дорогой Как-то ты сказал в интервью Что не приемлешь женского вокала В рок-музыке Почему? Это что? Это он такое сказал? Ну вообще, понимаешь Как это вообще? Может быть, я думал Так раньше Но сейчас я, может быть Поменял свое мнение Да, вот ты говорил Что в поп-музыке Тебе нравится Как девчонки поют А в рок-музыке Не особо Ну, давайте посмотрим На это вот со стороны сейчас Со своей стороны Смотри, да Нет, вот со всей Со всей Действительно В рок-музыке Очень мало Девушек-вокалисток Точнее нет Меньше, чем в поп-музыке Правильно? Следовательно, возможно В поп-музыке Это гармоничнее Гармоничнее в поп-музыке Женский вокал Наверное Но есть вообще На сегодняшний день Я знаю очень крутых Девчонок Которые поют Там, расщепляют Их стримят И вполне класс Есть ли возможность У этих девчонок Записать с тобой Что-нибудь Вот В ближайшем будущем Какие-то еще Совместные работы Да, конечно 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 Ну Назовешь Мы открыты для предложения А, вот так вот Короче Мы творим все время Без остановки А тебе, кстати Присылают песни Как происходит В принципе Ты человек пишущий Наверное Не нуждаешься В материале Но вдруг Кто-то вот Через интернет Что-то предлагает Стихи и музыка Бывает такое? Ну, бывает Знаете, как больше Типа Саня Вот зацени Трек Как тебе Вот такого больше А так заходит Издалека Мне кажется Да, да, да А это для тебя Да Стоит только Отметить А потом Мы играем Нет, нет А, да, да Вот Паша Приносит музыку Говорит Ребята, зацените Ну, Паша Просто еще И в самопродюсировании Участвует Плотник А что ты стал говорить Стоит только Стоит только Ответить Как уже Как уже приходится Петь ее на концерте Шучу Что касается Питера Комфортно вам там живется? Погодка как И так далее То есть, в общем В Москву переезд Планируется или нет? Ну, я думаю Саша посмотрел Да нет Мне просто интересно Ну, ребята Тоже что Я думаю Никогда об этом Саша не говорили Видимо Понимаешь Вот сейчас Только переглядываются Я такая Что я из Москвы Уехал в Питер Ну И неужели Хочется вернуться? Нет Нет Только к вам Только к вам Спасибо Наездами, да? Хорошо Саша, ну а тебе как? На работу его возьмете? А почему нет? Слушайте, нам такой ударник Вообще нужен Вообще нужен Очень серьезно Очень крутой Не, ну прекрати Мы тебя будем будить Постоянно Спасибо Песнями и клипами Группы 8 по грим Как включим И ты сразу Обстанешь, да? Он уже привык Саша Ну скажи мне Саянск или Красноярск Может быть Или сделали тебя уже Почетным гражданином города? Ну есть там какие-то фан-клубы? Любят там тебя ждут Пишут На день города зовут Саша, мы тебя помним Ну вообще в Саянск приезжаю Когда то Да, классно Сейчас чувствую Вот А в Красноярск еще не ездил Вот именно В тот период Когда у нас уже С группой там Какие-то дела Ну это вот надо значит Наверное точно вам Достичь успеха Где-нибудь за рубежом Очень громкого такого И тогда Конечно Тебя пригласят Грэмми под мышкой Ты приезжаешь В Красноярск Говорят Ну все Сегодня у нас в ДК В ДК поешь сегодня У нас так Что там гитара У нас есть Микрофон один Ладно Город большой Я думаю Что там все хорошо Конечно Ребят Ну поделитесь пожалуйста Вот все-таки Мы уже сказали Что первые сольные концерты Москва и Санкт-Петербург Две столицы Избалованные Очень изысканные Понимающие И тогда можно долго-долго Перечислить Да, опыт выступления Большое Но это ваше Такое будет уже Первое мощное выступление Но волнение есть Вот каково это ощущение Когда Впереди вы окажетесь Что те люди Которые придут Они придут уже на вас Не потущу кого-то Да у меня всегда есть На самом деле Если не волноваться Уважай, как привет Я тут Ребята просыпаются Потихонечку Тут как бы Обнаруживают друг друга В общем если не волноваться То Хорошего концерта День не будет Ну это же все-таки Особенный концерт Ну я лично еще не понял Как настраивать Не было, да, пока еще? Чуть побольше Конечно Я немножко не понимаю Еще пока что Что это будет вообще? Да, что это будет Я думаю, что я пойму В день концерта Или хотя бы за день Что типа ночью буду засыпать И такой Аааа Завтра концерт Вот так Наверное Я бы хотел, да, обсудить эту тему Потому что я вот не волнуюсь Не знаю С 2005-го Я с 5 лет на сцене И типа волнение Это уже не моя прерогатива И меня это пугает Даже так Ну вообще говорят Это как раз Да, от нормы Немножечко Да Саша, напугай его Все, поставь сложную задачу Да Что бы волновался Что? Мы нормально сидим Хорошо, все Что мы сейчас послушаем? К музыке Все, сейчас будем танцевать, ребят Давайте Мне наплевать, кто одна Это больше мне важно Ведь она так влюблена И я делаю так же Это игра на одну ночь Установить ее невозможно Я чувствую ее тела Лишь до утра Это любовь И удержать до друга так сложно Мы здесь, чтобы сгорать Твои губы трачь Губы трачь Эта ночь как праздник Для твоих Мне так много страсти Много страсти Одни Остается до любви Одни Остается до любви Одни Ночь коротка Каждый миг Мы становимся ближе Музыка, секс, алкоголь Все, что нами движет Музыка, секс, алкоголь Музыка, секс, алкоголь И пусть эта игра Много страсть Много страсти Субтитры создавал DimaTorzok 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 присылать. Смотри, фразы и слово «жена» не прозвучало, так что девочки, все хорошо. Все классно, да. Занимайтесь, да. Что мы сейчас будем слушать? Кстати говоря, сейчас трек, который посвящается всем-всем нашим поклонницам. Классно, ты же как прям. Да, девочка-звезда называется. Поехали. Отлично. Звезда упала медленно, она устала быть одна. В эту ночь, в эту ночь, в эту ночь я увидел в темноте свет. В эту ночь, в эту ночь прикоснуться смог к тебе. Я не верю своим глазам, не могу поработать слова. Я хочу тебе до утра целовать. Но ты в свету ты не можешь опоздать. Снова улетает девочка-звезда. Когда она приходит без звонка, когда ей наскучат облака. В эту ночь, в эту ночь, в эту ночь, в эту ночь, в небе растворился твой след. В эту ночь, в эту ночь, я огнем твоим согрел. Я не верю своим глазам, не могу поработать слова. Я хочу тебя до утра целовать. Снова улетает Снова улетает девочка-звезда. Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда Я не верну своим глазам Не могу порабрать слова Я хочу тебя до утра целовать Но к свету ты не можешь опоздать Снова улетать девочка-звезда Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда Но к свету ты не можешь опоздать Снова улетает девочка-звезда Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда Моя девочка-звезда В Петербурге можно побывать А лучше сначала в Москве, а потом в Петербурге Я думаю, что есть такие фанатские десанты Которые там и так вот Но почему нет? Я Мы, например Моя девочка-звезда Кто в Москве-то в Петербурге Сама, во всяком случае, группа именно так и будет поступать Ребята, очень хочется, чтобы мы еще с вами успели исполнить две композиции Они же у нас есть в запасе Да? Но прежде вопрос еще по поводу вашего альбома Но вдруг кто-то еще его не слушал? Вдруг кто-то еще, ну, малый Вот, например Вот, кстати В готовом виде я не слышал Далеко ходить не надо, что называется Просто парень Кстати, это правда Я после того, как мы закончили альбом Мне кажется, я пару недель Быть может парень Я так и не послушал его в готовом виде И только буквально недавно Я думал, блин, надо послушать, наверное Ну, конечно Ну и что, разочарование не постигло? Нет Нет? Роклав, до сих пор доступно, да, во всяком случае, в соцсетях? У вас там можно послушать Скачать Можно скачать Слушать, да? Скачать можно даже Конечно Купить Купить Какой год там в дворе? Ты что, Саша? Я думал, там, купить Скачать Ну, ладно У тебя есть проигрыватель дисков? В общем, с первым альбомом все было очень просто Рассвет Ну, потому что всю ночь работали ребята всегда на рассвете выходили из студии О, говорят, рассвет, рассвет А как назовем альбом? Ну, рассвет Ну, что сейчас, да За окном А что касается названия этого альбома, как произошло? Что касается этого альбома Мы размышляли следующим образом Вот Мы послушали У нас есть А, сейчас Плохо формулирую мысль Но сейчас я справлюсь Обязательно Мы слушали различных исполнителей Западных В основном Которых На которых, возможно, мы И сейчас Ну, уравняемся По звуку Скажи, пожалуйста, кто это Кроме Coldplay, да Кроме Coldplay Ну, мне Последнее время Очень сильно нравился Чейнс Мокерс, например Вы можете вот Наблюдать Какие-то Нотки Такие Фьючурбейсовых Мотивов Вот Можно Паше Ответить более подробно Потому что, собственно Он принимал участие В самопродюсировании Этого альбома Работал над Аранжировками Пашенька, давай Паш, тебе слово На самом деле Я не знаю, как прям Емко ответить Дело в том, что Я не то, чтобы прям Опирался на каких-то Исполнителей Потому что, видимо, багаж есть Когда-то я слушал Но, например, чтобы были Ты же с пяти лет, конечно Багаж этот копишь Наверное Вон у тебя уже немножко Выпадает Ой, черт, спасибо Вот, да Поэтому я не смогу Назвать каких-то конкретных Исполнителей Но Могу передать Слово к Вику Прошу Потом я скажу Но не по поводу звучания А вот именно по поводу Идеи, хорошо? Да, давай, конечно Договорились? Да Да, да, да Я никого не слушал Ну, да, маму слушал, да И как она Если ей нравится То мы это оставляем Дубль гитара Замечательно Да, мама у нас знает все Замечательно Спасибо Спасибо У нас не общая мама Просто сказала Наша мама знает все Вообще Вот, если говорить о идее какой-то В мире очень много, наверное Какого-то Негатива, так скажем Войны там И так далее Мы хотели сделать именно Про любовь Все про любовь Рок-н-ролл про любовь Да, рок-н-ролл про любовь, да И это каждая Ну, не просто так название Рок-н-ролл, да Это Каждая песня Это отдельная история О любви Вот Если мы сейчас там Начнем разбирать Каждую песню Вот, кстати говоря А то мы в следующий раз Соберемся по этому поводу И И будем анализировать Как раз таки Каждую композицию Не, мы не будем Ну, может быть и будем Почему нет, конечно Просто, например В альбоме есть песня Про Про Илью Например В альбоме есть песня Про Павла Называется Детка Да А, не-не-не Она называется Света Вот Какие Подробности Есть песня про Пашу Например Какая про Пашу? Есть огонь Не-не-не-не Ну, это да То есть история Какая-то любви Которая легла в основу Вот история Ну, на реальных событиях Все, да Я дарю тебе Я дарю эту песню тебе Есть у нас такая песня Возможно, мы ее Сегодня даже будем играть, да Вот, собственно Это Павел вдохновил На создание После таких фактов, пожалуйста Да У меня еще один коротенький Буквально вопрос Заключается он В следующем Давайте Сразу же после концертов Чем будет заниматься Группа 8 по Гремичу? Я имею ввиду Московского и питерского Сольных концертов Намечено уже что-то? Все, снимаем клип Кроме новогодних корпоративов Которые там уже скоро будут, да Что еще? Конечно намечено Вообще Если честно Так получилось Наша команда Всегда Это Не прерывал Не прерывался процесс создания Музыки Я думаю, что Это будет и выступление И работа Какая-то студийная Потому что есть уже Песни, которые Для третьего альбома уже Да И плюс у нас Еще есть вторая часть Этого третьего альбома Что? Что-то лишнее сказал? Что-то секрет раскрыт? Нет, 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 нет У нас три альбома вообще Вот этот третий Да Но это часть первая А часть вторая выйдет чуть позже Ой, какие вы молодцы Да Растягиваете удовольствие Да И еще один вопрос По поводу клипа, наверное, хотел сказать Нет Нет? Ну ладно Очень жаль Я хотела спросить Я хотела спросить, да Ну Если в планах съемки клипа, конечно Спасибо, да Обязательно Когда и на какую песню? Еще пока не решили Все, мы ждем Еще один быстренько короткий вопрос Он мне говорит уже всю финальную песню Ну давай Саша И ребят все Рок-фестивали вас зовут Платят огромные деньги за ваше участие Боже мой, рэп-фестивали вас к себе тоже зовут Ну все музыкальные плачевки, да И тоже готовы деньги дать Да, но Повсовы, я думаю, тоже Грушинский фестиваль, может быть, тоже уже в очереди Вы себя к какому относите жанру? Квик ответит на этот вопрос Как вы не знаете на разные вопросы, разные ответчики Я не знаю Серьезно Ну это же он был лучший аж Прогрессив-поп вегетарианский Вегетарианский прогрессив-поп Потрясающе, друзья Прекрасно Вы первые представители этого зала Все, этот жанр уже занят Вы становитесь его основателем Группа 8 по Гринвичу Ну что, 11 октября идем в Москве в клуб «16 Ту» на концерт 20 октября в Санкт-Петербурге Отправляемся также на концерт Спасибо вам большое, у нас финальная песня И вам спасибо, ребята Ради всегда И вам спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы закрываем дверь и комнаты, чтоб никто не упрал любой Ты так красива, когда танцуешь в моих руках Если только-только мог я сразу понять по глазам, что ты задумала Всё случилось бы намного раньше, ты так хороша Сейчас было тепло на патче, твой патче Твой патче, твой патче Все случится, это ночью Все случится, это ночью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok